Чёрные пятна на фасаде, перекошенные водосточные трубы и аварийная детская площадка во дворе. Свой дом на улице Дворянской жители называют не иначе, как городским позором. Люди недоумевают до золотых ворот рукой подать, а на их здание не только со двора, с центральной улицы смотреть страшно. Ремонта жители не могут добиться уже много лет. Ремонт фасада, об этом в первую очередь должен думать город. Это лицо города. Почему у нас в стране происходит так, что если человеку повезёт позвонить на прямую линию президента, то что-то сдвинется с места. А если не повезёт, то надежда или вот срывать голос, портить отношения. Люди говорят, в доме 1938 года постройки никогда не было капитального ремонта. Большинство собственников исправно платят за техническое обслуживание и текущий ремонт. И уже не раз обращались в управляющую компанию с просьбой привести здание в порядок. Когда дождь идёт, и всё течёт мимо. Поправить это, допроситься невозможно. Сосвульки нависают зимой такие, что страшно просто выходить. И то же самое, звонишь и бьёшься. Невозможно что-либо добиться от управляющей компании. Дом обслуживает МУП, городская управляющая компания. Ещё летом жители вместе с общественниками пожаловались на неё в управление ЖКХ. В ходе проверки инспекторы зафиксировали аж 20 нарушений и выдали предписание устранить недостатки до 20 сентября. Однако некоторые работы, в том числе по теплоизоляции труб в подвале, начались только сегодня. Должно быть вот такое утепление для того, чтобы люди получали нормальную коммунальную услугу. Они на сегодняшний день, она остывает, пока до них дойдёт, она остынет. Мы приехали, поэтому начались работы срочные. Вот это всё, этого не было. Мы здесь были 1 ноября. Сегодня же, по словам общественников, к дому привезли урны и начали ремонт лестницы у подъезда. Только вот сколько продержатся такие ступеньки – большой вопрос. Думаете, оно будет стоять, эта крылечка? Ну, это то же самое, это деньги на выброс. Сейчас, сегодня уже минусовая температура, этот раствор, который они там кладут, он просто отпадёт. В управляющей компании отвечают, от устроения нарушений не отказываться. Из 20 пунктов предписание осталось выполнить 7, но разобраться со всеми быстро не получается. Например, жители жаловались, что на первом этаже первого подъезда нет отопления. Но директор поясняет, батареи здесь никогда не было. Они готовы поставить радиатор, но на такую работу нужно время. Это тепловая защита подъезда, но дом был построен без этого радиатора. Соответственно, мы сейчас должны каким-то образом его установить вновь. А чтобы его установить, необходимо пройти определённую процедуру. То есть надо понять, откуда его запитать, чтобы не посадить этот стояк. Мы это готовы сделать, но на эти работы нам необходимо время. То, что детская площадка находится в аварийном состоянии, в управляющей компании тоже не спорят. Людям предлагали демонтировать сгнившие конструкции. Жильцы, по словам директора, сами попросили оставить всё на месте. Будем новым кровельным железом делать спуск с горки. Мы как бы руководствуемся позицией жителей. Они сказали оставить эту детскую площадку. Мы её, соответственно, оставили. В данном случае, если будет подниматься вопрос по её полной замене, тогда мы, как управляющая компания, по жилищному кодексу обязаны её демонтировать до принятия жителями решения об установке новых элементов детской площадки. Но на это необходимо финансирование. Что касается водостоков, то менять их сейчас управляющие компании не собираются. Их обещают привести в порядок вместе с капитальным ремонтом крыши, который начнётся в январе следующего года. Тогда из-за сложности работ жители последнего этажа придётся на время переселять в маневренный фонд.